Здравствуйте! Вы смотрите «Диалог». Сегодня предлагаю обсудить подготовку к новому учебному году. Присоединяйтесь! 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 Я работал в отрасли образования, я работал тогда директором школы, вспоминая это все, но то, что навязывается, то, что искусственно стремится кто-то или что-то внедрить именно в отрасль образования, как правило, оно не приживается. Должно родиться изнутри. Совершенная оценка дается жизнью и развитием общества в целом. Сегодня уже областной педсовет собрал около тысячи педагогов нашего региона. Расскажите, пожалуйста, что обсуждали, какие достижения, события были отмечены, какие решения приняты по итогам? Фактически мы сегодня закончили такой большой интересный процесс подготовки к новому учебному году и накануне нашего областного педагогического совета провели 9 секций по различным направлениям деятельности, в работе которых приняли участие более 5000 педагогов по различным направлениям. И детское дошкольное учреждение, учреждение дополнительное образование, специальное образование, учреждение профессионально-техническое образование. Уровень самый разный, и участники этих секций самые разные. Мы используем благодаря поддержке губернатора нашей области Владимира Ильича Дворника такой дистанционный диалог с педагогами всей области. Студия область полкома всегда предоставляется учреждениям образования, управлению образованием для того, чтобы вести такой диалог с регионами нашей области. И в этих секциях принимает участие порой более тысячи человек. А сегодня в общественно-культурном центре с участием губернатора Владимира Андреевича Двороника, заместителя министра образования Сидоренко Раисы Станиславовны, педагогической общественности, мы фактически подвели итог и поставили задачи на следующий учебный год. Я думаю, что вот это время, которое прошло сегодня в общественно-культурном центре, оно запомнится на ближайшее время учебного года. И учителя получили заряд бодрости, хорошего настроения, ну и напутственные слова от руководителей нашей области. Что вынесено таким лейтмотивом на будущий год? Конечно же, каждый год мы ставим перед собой задачи по повышению качества образования. Это самый главный вопрос. И для того, чтобы иметь высокие результаты, конечно же, нужны конкретные цели, задачи. Нужен четкий, ясный подход к проведению такой работы в области, системности этой работы. И я с удовольствием хочу сказать, что в системе образования Гомельской области крепкие звенья, которые связаны между собой опытом, достижениями, целями. Это учитель, это методист, управленцы. И в целом хороший результат в конце учебного года, если мы правильно ставим задачи как управленцы и как, значит, учителя, предметники, которые фактически выполняют свою основную функцию. И главным человеком в отрасли образования является его величество учитель. Каждый день, приходя в класс, в аудиторию, от его знаний, методики и работы, и добросовестного отношения зависит качество обучения и высокий уровень образованности наших школьников. Поэтому я преклоняюсь перед нашими учителями. Хочу им сказать огромные слова благодарности за их труд, за то, что они добросовестно и честно делают свое дело. Хотел бы пожелать им вот такого же задора и на следующий учебный год. Сергей Иванович, некоторые новации, озвученные на этой неделе, я хотела бы успеть обсудить. Сегодня Министерство образования выступило с инициативой о переходе к обязательному для всех среднему образованию. С какой целью? Вы знаете, я в образовании не новичок и вспоминаю свое время. Ведь всеобщее среднее образование, оно было в советское время. И мы гордились тем и говорили о том, что надо достигнуть таких высот, чтобы каждый человек получил и высшее образование. И высшее образование должно стать доступно абсолютно для всех. Мы к этому пришли. И сегодня говорим о том, что, наверное, мы немножко здесь и превзошли свои ожидания. Сегодня каждый желающий может получить высшее образование. А что касается общего среднего образования и завершенности этого процесса, тех, кто по интеллектуальному развитию должен получить среднее образование, они должны получить это образование. Это кругозор, это глубина знаний, это естественно научный цикл, который получает учащийся в школах, в гимназиях, в лицеях для дальнейшей жизни. И школьная жизнь – это та основа, те знания, которые используются фактически в дальнейшей жизни. Это базис нашей культуры, это базис нашего воспитания, это базис наших знаний, это базис нашей подготовки профессиональная и подготовки в целом, как в отрасли образования, так и в любом направлении народно-хозяйственного комплекса, не только Республики Беларусь, но и далеко за пределами. Ведь белорусы во многом сегодня представляют республику и работают далеко за рубежом, и в Китае, и в Соединенных Штатах Америки, и в России, и в Украине. И земляков таких знаем мы очень много. Это умные, грамотные и подготовленные люди, благодаря образованию, которое они получили именно в нашей школе. Сергей Иванович, следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый Сергей Иванович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, определились ли с началом времени учебных занятий с 9 либо с 8 утра, так как рабочий день начинается с 8 утра у нас? Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, один из самых актуальных вопросов, который сегодня горячо обсуждается в обществе. Не так давно я на телевидении был, тоже был прямой эфир на «Беларусь-4», и звучал этот вопрос. Я обещал, что мы проведем работу совместно с родительской общественностью в Гомельской области. Говорил о том, что управлением образования направлены письма во все отделы образования рекомендательного характера провести совместное заседание администрации школ и советов родительских комитетов школ, приинформировать управление образованием. Я хочу вам сказать, вот сегодня мне положили на стол результаты этой работы. Они подтвердились по результатам опросов майских, которые были сделаны по рекомендации Министерства образования. И не я определяю сегодня начало занятий, не я лично. И я тогда обещал о том, что никто не получит директивы, вот с этого времени будет с 9 часов и никаких отклонений. Сегодня мы видим по литру. Более 70% учреждений образования Гомельской области начинают с 1 сентября, с 9 часов и позже. Есть некоторая школа, которая будет начинать занятия с 9.15. Это, как правило, сельская местность. А как-то процентное соотношение, Сергея Иванович, вы высчитывали, сколько приняли решение о более раннем начале, сколько могут задержаться? Ну, я назвал, в общей сложности более 70% это школа, которая учится в одну смену. Это в одну смену, дающая возможность сегодня проводить занятия с 9 утра. Плюс ко всему, вот взять сельскую местность. Конечно, осуществляется подвоз. У нас сегодня 252 автобуса, которые подвозят более 10 тысяч учащихся. То есть, каждое учреждение образования решает самостоятельно? Да, в крупных городах мы говорим о том, что, допустим, в городе Гомелье родители обсуждали эту тему и приняли решение в некоторых школах начало занятий 8.30, 8.20. В некоторых 8 часов. И это обоснованно связано с тем, что школы, допустим, работают в полных две смены. Вторая смена должна начинаться в 14 часов. Я еще раз говорю, что на сегодняшний день мы посоветовались так, как нам рекомендовали и в Министерстве образования, и мы рекомендовали своим коллегам и родителям, что, уважаемые родители, педагоги, собирайтесь вместе. Посмотрите, если сегодня есть возможность лишний час поспать с нашим детям. Это только во благо здоровья, и это очень важно. Поэтому сегодня по Гомельской области уже четко знает каждое учреждение образования о том, в какое время будет начинаться учебное занятие. Но я скажу откровенно, я буду крайне удивлен тому руководителю, кто не выполнил распоряжение начальника управления о проведении такого диалога. Но я сделаю какие-то соответствующие выводы. Каждый руководитель должен уже четко знать на основе родительской общественности, в какое время должны начинаться занятия. Сергей Иванович, у нас есть очередной телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, не слушайте нас по телевизору. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Иванович, Гомеля Нина Яковлевна звонит. Не прерывайтесь, говорите. Хотелось бы узнать, вот у нас как в области будет, пяти или десяти, или десятибальная, ну, оценка знаний. Система оценки знаний, да. Поняли вас, да. У нас, да, этот вопрос вынесен на обсуждение. Есть как раз у нас видео на эту тему. Предлагаю сейчас к нему и перейти, а после мы узнаем мнение Сергея Ивановича. Хорошо. И продолжим обсуждение. Итак, пожалуйста, рубрика «Есть мнение». Мы только за. Очень нравится пятибальная система и будет проще узнавать уровень знаний моего ребенка. Проще ориентироваться и очень удобно, потому что мы сами учились по этой пятибальной системе раньше. Я полностью за пятибальную систему. Мои дети учились по десятибальной, но я за пятибальную систему. Она более четкая, как бы более понятная. Может быть, какие-то критерии, возможно, где-то неправильно интерпретируются, а в основном, в принципе, десятибальная, я думаю, лучше. Пятибальная система будет намного лучше, чем теперешняя, потому что так будет проще выявить знания ребенка, потому что пять – это пять. А два – это два. То есть восемь, семь – это как бы семь вроде бы считается и хорошая оценка, но одновременно дети и родители уже ругают детей за семь, потому что они считают, что это как бы низкая оценка по сравнению с десяткой. Хотя на самом деле семь – это четверка. Как бы если будет пятибальная система, то четыре – это всегда была хорошая оценка. Не знаю, думаю, десятибальная более точная. Каждому балу соответствует определенный уровень знаний. Пятибальная система была все-таки более комфортной, потому что у нас ставит всех более равное положение. То есть если ты знаешь, то ты знаешь. Если ты не знаешь, то нет, собственно говоря. Ну и сами оценки идут действительно сами. Нет более расширенного формата. Ну то есть там хорошо, очень хорошо, не очень хорошо, сразу там четко. Хорошо, плохо и где-то среднее, и все. Я учился по пятибальной, мне это очень нравилось. Потому что десятибальная сложно определить знания, практически нету отрицательных отметок. Мне кажется, что пятибальная лучше. Я училась и по той, и по той системе. По пятибальной было бы неплохо, наверное. Слишком мало баллов, чтобы оценить ученика. Но десятибальная система нормальная. Ну хотя советская система образования была намного лучше, чем у нас сейчас. Но все равно десятибальная, мне кажется, она удобнее и для учителей, и для детей, в принципе. Потому что у тебя промежуток очень большой, и ты можешь получить как и пять, так и десять. Я считаю, что советская система образования была очень хорошая. И возвращение именно к пятибальной системе, это будет очень хорошо и правильно. Потому что когда я училась, я заканчивала школу именно по пятибальной системе. И поступила в институт, в университет, вернее, закончила его. И не нужны были ни репетиторы нам в то время, а сейчас и репетиторы нужны по всем предметам. Поэтому я не знаю. Мне кажется, что вот эта вот система может быть делая не столько в пятибальной системе, сколько вот в этой вот системе, именно советской системе образования. Вот к ней нужно возвращаться. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о подготовке к новому учебному году. Сергей Иванович, а каково ваше мнение, пять или десять? Вы знаете, даже вот с того, что мы увидели, какое разнообразнее палитра, да, мнений, чем моложе человек, тем говорит о той системе, в которой он учился. Десятибальная система. Сегодня, наверное, большинство молодежи говорят о том, что более удобная система. Старшее поколение говорит о том, что более удобная пятибальная система. Я как-то на телевидении приводил пример по поводу пятибальной системы. Ведь у нас пятибальная система как таковая была не пятибальная система, а одиннадцатибальная система. Давайте вспомним. С плюсом, с минусом, да? Единица, двойка, тройка, тройка с минусом, тройка с плюсом, четыре, четыре с минусом, четыре с плюсом, пять, пять с минусом, пять с плюсом. Если уже учащийся показывал великолепное знание, учитель восхищался их ответом, вот он, пожалуйста, один из баллов. Но она была более строгая, вот как мы услышали сейчас от молодых людей, она была очень строгая система. То есть видно сразу грань, либо двойка, говорят двоечник, либо троечник, это так себе, либо отличник, или там крепкий, хороший, хорошист. И у нас было такое выражение, что лучше четыре с минусом, чем три с плюсом, и в одном художественном фильме так это хорошо обрисовывается. Но я скажу, как не функционер, а как человек, и вот если бы сегодня, мне больше импонирует пятибальная система. Мы не из-за того, что сегодня поднимается этот вопрос. Кстати, мы говорим о том, что будут обсуждаться. Да ничего же сейчас обсуждаться не будет. Вчера глава государства четко сказал, нет такой необходимости, нет такого ажиотажа и обращения о том, что вот эта десятибальная система сегодня там плохая, надо вернуться к этому. Но нету этого. Поэтому будет, и в этом учебном году будет десятибальная система. Мне лично, я начинал, когда работать в школе, была пятибальная система, я легче оценивал отметкой, там, четыре, либо пять, либо три, два, единицы. Легче, более объективно, мне кажется, не нужно доказывать, каким критерием учитель принимает решение. Конечно, поэтому как функционер, я хочу вам сказать, мне трудно было привыкать к десятибальной системе. И до сегодняшнего дня, вот как было сказано, если это семерка, я начинаю переводить, а это четверка, или это ближе к пятерке, или восьмерка, или девятка, и так далее. А вот тогда я четко знал, если это четверка, значит, это четверка, а если это пятерка, это пятерка. Я знаю, что я закончил школу, у меня была половина четверок, а половина пятерок. Значит, мне это больше устраивало, поэтому не надо дискутировать на эту тему, надо сегодня четко говорить о том, что не надо волноваться. Определена главой государства, точка поставлена. Прекратите эти все обсуждения, давайте учиться по той системе, которая сегодня есть. А давайте мы вспомним, почему десятибальная система раньше вводилась. Давайте вспомним. Говорили о том, что надо исключить возможность оставления на повторный год, на второй год. Любая оценка – это положительная, двойка – это положительная, преодоление психологического барьера учащимся, более комфортные условия при обучении и так далее. Там была тоже масса плюсов каких-то определенных, и когда мы внедряли эту систему, то мы, в первую очередь, доводили доводы, какие плюсы, понимаете. Поэтому у каждого свое мнение, но сегодня оценка будет десятибальная. Спасибо, Сергей Иванович. Все школы в этом году достаточно дружно объявили о своей готовности. Как проходила проверка, на что обращали внимание специалисты? Школы проверяются достаточно серьезно, и все специальные органы, это МЧС, санитарные службы, энергонадзоры и другие компетентные службы проверяют готовность школы. Очень серьезно всегда подходят к вопросам безопасного пребывания, в первую очередь. И комфортность, и создание комфортных, хороших условий при обучении, воспитании подрастающего поколения, и комфортных условий, которые должны иметь наши учителя. Да, какие-то шероховатости они были. Сегодня кто-то еще должен помыть пол, проставить мебель и так далее. Но это уже не отражается на общей готовности школ. Практически школы, 100% в Гомельской области готовы принять своих учащихся в учреждениях образования. Мы ждем 1 сентября всех в своих школах. Все будет празднично, красиво, пахнуть краской будет, как обычно в школе. Это тоже заметно всегда. И чистота, и порядок, и комфортность. Накануне в школах побывали наши корреспонденты. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет, а через несколько минут мы вернемся в эту студию, присоединяйтесь к диалогу. Рубковическая средняя школа Чечерского района – учреждение с более чем 130-летней историей. Первое народное училище в деревне было открыто еще в 1886 году. Причем примерно на том же месте, где находится нынешняя школа. В этом году ее территорию и раньше отличавшуюся благоустроенностью еще больше облагородили. После Чернобыльской катастрофы весь плодородный слой вывезли, и сад с цветами росли практически на песке. Теперь хозяйство выделило на улучшение качества почвы почти 17 тонн удобрений. Хотя только помощи спонсоров в школе не ограничиваются. В кабинете химии и биологии целая творческая группа учителей разрабатывала проект современных обучающих стендов. Особая гордость – стенд, посвященный биоценозу леса. Точно ни у кого больше нет. Еще одна гордость ровковических преподавателей – кабинет обслуживающего труда и домоводства для девочек. Здесь все не просто самое необходимое, но и современное – от электроплиты, холодильника до микроволновой печи и кухонной мебели. Сельские школьницы вообще готовить любят, умеют и даже делятся рецептами с учителями. Сами педагоги в эти дни завершают последнее приготовление к новому учебному году. Впрочем, основные работы уже выполнены, а поэтому можно найти время и на небольшой перерыв в зоне отдыха. Эта территория в школе специально оборудована для того, чтобы в перерывах между занятиями можно было с пользой провести время. Кстати, сейчас в Ровковичах совместно с итальянскими партнерами реализуется еще один проект по созданию комнаты психологической разгрузки. Очень часто мы обращаем внимание только на их учебу, а где-то там, по ту сторону, остается их психологический комфорт, их психологическая разгрузка. Поэтому я думаю, что эта комната нужна, она будет работать, и ребята будут с большим удовольствием приходить в эту комнату и заниматься со специалистами. В гимназии города Будокошелева 1 сентября за парты сядут 115 учащихся, при этом практически каждый восьмой из сельских населенных пунктов района. Учиться в этом заведении престижно. К слову, из выпуска этого года 39 человек поступили в высшее учебное заведение и один в колледж, причем он готовился туда целенаправленно. Почти 70% учителей гимназии имеют высшую аттестационную категорию. Потенциал действительно очень большой. Причем к опыту и профессионализму можно добавить еще и инициативность. Учитель начальных классов Ирина Авдашкова в этом году приступила к созданию белорусского уголка. Его оформление будет продолжено вместе с учащимися. Это будет чисто этнографический белорусский уголок, поэтому здесь будет полочка, на которой будет размещена литература, посвященная нашей родине. На этой полочке будут собраны у нас поделки изделия народного промысла, поделки, которые будем делать с детьми. Это вот наша такая задумка на перспективу. Задумка уже реализованная, практически новая школьная столовая. То есть ее местонахождение осталось прежним, а вот внешний вид значительно преобразился. Вернувшиеся после отдыха учащиеся, даже селфи приходят сюда делать. Еще весной это было достаточно мрачное по цветовой гамме помещение. Теперь здесь светло и уютно. То есть вот эти вот все различные цвета, это подбирались совместно всем коллективам, технические работники, моя зампохозяйственная часть, ну и в том числе и я. Ну и также была произведена вот роспись стен, но это расписывала я, в общем-то отдыхала от работы. Ну я люблю рисовать и вот здесь мне удалось вот впервые за два года, в общем-то, три дня уделить этому любимому занятию, времени. Ну и вот получилось то, что имеем. В общем-то красиво, нам с вами нравится. И дети тоже дали довольно-таки высокую оценку, тоже понравилось. Все заходят и говорят, ах, как красиво. В детском саду средней школе деревни Бушевка Будокошелевского района значительное внимание в этом году уделили благоустройству территории и конкретно детскому городку. Это не только зона отдыха, но и площадка для укрепления организма. К сожалению, дети из сельской местности, традиционно считавшиеся физически более крепкими, чем их городские сверстники, сегодня похвастаться безупречным здоровьем уже не могут. Непосредственно в Бушевке детский сад посещают около 20 малышей. За исключением выходных дней здесь они проводят большую часть светового дня. Перед началом нового учебного года на внутренней территории детского сада провели косметический ремонт. Спонсоры у нас тоже есть. У нас есть индивидуальный предприниматель Никитенко Валерий Васильевич, который тоже нам помогает в этом. Он приобретает нам материалы строительные. И индивидуальный предприниматель Гирикова Ольга, она своими руками все это делает бесплатно. Коренной бушевчанин Ярослав Никитенко в этом году идет в первый класс. Он уже успел познакомиться со своей учительницей и полностью подготовиться к первому сентября. Причем речь не только о приобретенной форме и собственном портфеле. Я умею рисовать, писать, читать. Много чего я умею. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях сегодня начальник управления образования Гомельского госполкома Сергей Иванович Порошин. Сергей Иванович, школа. Действительно, очень красиво мы видели учреждения. Сегодня есть принципиальная разница, на ваш взгляд, между тем, как укомплектованы сельские и городские школы? Вот мне кажется, что сельские часто и выигрывают даже в этом вопросе. Ну, Оля, я сразу могу ответить на ваш вопрос. То, что посмотрели сюжет. Чем отличается сельская школа от городской? Практически ничем. А такое мнение было достаточно сильным, да, некоторые годы, что сельские школы. Ну, что они могут дать? Сегодня все равно. И в некоторых моментах даже сельские школы сегодня превосходят их городские. Они большие, они компактные, они более уютные, наверное, потому что учеников не так много, как, допустим, в крупных городских школах, где более тысячи учащихся. Но они ничем не отличаются. Да, и хорошо, когда у них есть такие шефы, спонсоры и друзья, которые могут помочь. Итак, первый звонок в этом году когда прозвенит? Традиционно. Вот когда-то в министерстве образования не так давно задавали вопросы. И мне в том числе, что, а как вы думаете, вот когда должен прозвенеть первый звонок? Я говорю, вы знаете, на Гомельщине не задают этих вопросов. Потому что на Гомельщине было, есть и всегда будет 1 сентября. Это праздник Дня Знаний. 1 сентября и только 1 сентября будут звучать первые школьные звонки. Линейки пройдут с 9 часов. Но опять же мы даем возможность сегодня сделать настоящий праздник и определиться по началу проведения этих линейок. И хотелось бы, чтобы в них принимали участие родители, бабушки, дедушки, тети, дяди, предприятия, организации. И если удобно время 9 часов, то в 9 часов будут проводиться эти праздничные мероприятия. А 2 числа, естественно, все уже равноценно приступят по расписанию к занятиям. Первый урок будет посвящен традиционно своей родине. Беларусь, моя Айчина, это первый урок, на котором будут приглашаться и почетные гости, и заслуженные люди. И говорится о тех достижениях, которые имеет сегодня Беларусь. 1 сентября это всенародный праздник Дня Знаний. И я хотел бы пожелать, чтобы он прошел у всех на большом подъеме, с хорошим настроением, чтобы светило ярко солнце, звучала хорошая школьная музыка. И с добрым, хорошим настроением начался новый 2017-2018 учебный год. 1 сентября выпадает на пятницу. А в субботу что будет происходить? А в субботу? 2 сентября это будет какой-то факультативный день, такой достаточно еще легкий? Конечно, мы говорим, что суббота не должна отличаться от обычного дня. В субботу это и спортивное мероприятие, и это и подготовка уже к предстоящему учебному году. Я думаю, что 2-го числа это будет продолжение праздника. 1-го. И кто-то вернется с отдыха, и получит учебники, тот, кто не получил, и приступит к занятиям фактически, определяться по учреждениям дополнительного образования. И я к этому отношусь очень спокойно, потому что это наша жизнь, и дети вместе со взрослыми должны определиться в первые дни учебного года, Да, как они будут жить в ближайшие 9 месяцев. Сергей Иванович, вот об учебниках как раз. Какие изменения в них произошли, и в программе в целом, сколько новых учебников по каким предметам поступило в школы? Одна из задач, которую ставил глава государства по новым учебникам, мы получили более 30 комплектов новых учебников в учреждениях образования всей республики, в Гомельской области в том числе. 11 комплектов должны будут быть выпущены до конца этого года, до января месяца, и все 11 поступят в учреждения образования. Все школы 100% обеспечены учебниками. Произошли изменения учебной программы практически по каждому предмету, но больше всего изменения произошли в учебных программах 3-го и 7-го классов. И учебники, естественно, новые. Но это не означает то, что учащиеся и учителя могут пользоваться только новыми учебниками. Можно учебное пособие применять и старое, и новое, и творческий учитель всегда находит дополнительное время для того, чтобы... А детям придется делить комплект учебников, да? Нет, вот то, что мы уже новые учебники, которые поступили... Они есть на всех? Они есть на всех. Это и начальная школа, это и среднее звено. Вот мы были в одной из школ, допустим, базовых, поступили учебники 7-го класса физика. Вот говорят, 7-й класс нам показал библиотекарь подготовленные учебники для того, чтобы выдать ученикам. Или же 5-е там классы, 3-е классы по различным предметам. Все это есть. И от, так сказать, оперативности работы библиотекаря и руководства школы все должны быть обеспечены учебниками. Кстати, задают вопрос, и вот это перед эфиром, стоимость учебных комплектов. Пока еще мы не знаем этой стоимости, не определена стоимость, значит, пользования за учебниками. Я думаю, что в ближайшее время это будет сделано, будут объявления во всех школах, и каждый родитель будет знать, сколько необходимо платить, в каких параллелях за учебники. В том числе и льготники, которые имеют возможность либо получать бесплатно, либо 50% платить и так далее. Ну, а какие-то такие серьезные изменения в школьной программе, как просто исключение из нее определенных вопросов, которые раньше изучались? Или добавления? То есть они по предметам произошли, и учителя чего-то в этих новых учебниках уже не обнаружат в новом году, да? Вот то, что касается составления новых учебников, ведь принимали участие в составлении новых учебников более 5000 учителей практиков. И на сегодняшний день эти учебники немного упрощенные. Они шлифуются. Это не говорит о том, что эти учебники будут идеальны. И, кстати, глава государства вчера обратил внимание на качество учебника. Он сказал, когда задали вопросы, как вы считаете, может быть, творческий отпуск необходимо дать учителям, либо еще... Он сказал, хорошо заплатить. Заплатить так, чтобы учитель этот прочувствовал, что он получил хорошую оценку со стороны государства в виде какой-то... Вот два вопроса у меня сейчас появилось, Сергей Иванович, вот в связи с тем, что вы сказали. Первое. Если мы упрощаем учебники, соответственно, должны упрощать и ЦТ. Речь не идет о том, что упрощаются учебники. Речь идет о том, чтобы составляются учебники, удобные для учителя, для ученика. То есть это подача материала, не исключение из нее... Уровень не должен падать знаний. Уровень должен быть достаточно высокий. Но вот подача и понятность, доступность, вот должны быть инструментарии совершенно другой. Ну да, то, на что, в общем-то, очень часто пеняли белорусским учебникам, то, что... Самых совершенных учебников не существует. Есть, было и, наверное, останется. Кому-то нравится что-то, кому-то не нравится. По поводу ЦТ. В этом году, насколько я знаю, гомельские школьники показали самый высокий уровень за все время, да? И превзошли всех своих сверстников. Да, вот, вы знаете, очень приятно, вот, когда мы получили официальные уже подсчеты и результаты централизованного тестирования, я скажу, что это все было засекречено. И доступ потом мы получили к этой информации. Она республиканская, эта база, просчитали, посмотрели, и Министерство образования. То мы увидели следующее, что впервые Гомельская область стала лидирующей областью в Республике Беларусь. Мы заняли первую позицию по качеству образования, централизованного тестирования. И превзошли город Минск по среднему баллу. В Гомельской области 45-49 средний балл. В городе Минске 45-46. На три сотых, но это очень дорого стоит для Гомельской области. Поздравляю, Сергей Иванович, вас, педагогов и ребят, которые действительно умнички, молодцы. И второй вопрос, который тоже хотела бы озвучить. Как будете стремиться к повышению уровня зарплат в отрасли? В первую очередь, вчера и сегодня мы говорили о том, чтобы учитель должен, конечно, совершенствоваться и получать высшее образование. Это первостепенная задача. При получении высшего образования, естественно, это отражается на уровне заработной платы, качества образования. Мы сегодня говорим о дифференцировании тоже, значит, оплаты труда. Это все в процессе будет делаться. У нас сегодня есть пилотные проекты по отраслевому финансированию, по оплате труда. У нас это все в работе. И педагоги некоторых школ города Гомеля, центрального советского района об этом уже знают и ощущают этот уровень заработной платы. У нас есть инструментарий для того, чтобы повышать эту заработную плату. Но скажу, что всеми мильными шагами здесь мы не пойдем. Но будем стараться делать таким образом, чтобы за счет повышения образовательного уровня, значит, квалификации наших учителей, повышения нагрузки и качества, и результатов, и премирования, и так далее, влиять на уровень заработной платы. У нас есть график. И в соответствии с этим графиком мы постепенно это все делаем. Хотелось бы, чтобы учитель получил, наконец-то, достойную, хорошую заработную плату. Он заслужил это. Да, чтобы мы к этому уровню пришли, конечно же. Сергей Иванович, ну вот совсем немного времени у нас уже остается до окончания программы. Что бы вы хотели пожелать перед началом нового учебного года вашим коллегам и всем нашим зрителям? Вы знаете, поистине образование является народным образованием, потому что затрагивает интересы каждого проживающего в обществе. Маленького человечка, личности и взрослого населения, и, значит, преклонного возраста образования, оно беспрерывно. Я хочу поздравить всех с наступающим новым учебным годом, пожелать всем нашим ученикам, первоклассникам, которые придут первые классы, стремление получить знания, жажда этих знаний, родителям терпения, уважения и взаимопонимания с учителями, бабушкам и дедушкам терпения и нахождение времени для того, чтобы проконтролировать внуков. Всем нам, наверное, хорошего настроения, взаимопонимания, поддержки и развития системы образования в целом. От нас, каждого на своем рабочем месте зависит очень много. А 1 сентября пусть будет для нас настоящий праздник, в новый путь, хороших впечатлений, хороших учителей, хороших учеников, взаимопонимания родителей. С наступающим новым годом, всего самого доброго всем! Спасибо большое, Сергей Иванович, за сегодняшний диалог, вам плодотворной работы, хорошего праздника, 1 сентября. Спасибо вам! Спасибо! Начальник управления образования Гомельского облсполкома Сергей Порошин был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю! Субтитры подогнал «Симон»!